Такие дела. Смотрю тебя уже несколько... Смотрю тебя уже не знаю сколько, как будто всю жизнь. Посмотри видос. Эй, она... А вы знаете, почему один ребенок вырастает... Расскажи мне! ...своё дело, заводит семью и помогает родителям... Нет, не знаю! Расскажи мне! ...28 лет сидит... ...может сам и даже устроиться на работу. Почему один знает, что... ...уверенно достигает своих целей и получает от этого... Расскажи мне! Очень интересно! Это бизнец, эти рекламы на ютубе, это вообще бизнец. Вот с этого я в голос. Просто расскажи мне, Кулстори Боб, как это сделать, как там? Расскажи мне! Регистрируйся, если тебе деньги заплачу! Только расскажи мне это, почему, блядь... Почему так? В элементальных основах детская... Кулстори Боб! Кулстори Боб! Как это так будет? Ваши вне воспитаний будет другим. И именно от вас зависит... Ой, бля... Не смогу больно смотреть порой? Блядь, какой же псих! Чуть не умер. Чуть не умер. Это далеко даже не шпагат полноценный! Блядь... Это далеко даже еще не шпагат полноценный? Я решил просто за один раз взять и сесть на шпагат. Ну, скажите, сейчас я могу сесть на такой шпагат. Ну, в смысле, не такой шпагат, а вот такой вот уровень, типа... Но сейчас мне уже, по крайней мере, не больно. Типа, у меня уже пропала боль. Так что я близок. Я реально близок. Мне было страшно за него. Да и на самом деле, ну, я это делаю с 7 лет, когда меня родители отдали на секцию, на секцию тэквондо впервые. Пару раз было, конечно, что я растягивал связки. Мне, короче, я потом, ну, неделю... Я неделю не мог ногу поднять выше уровня пояса, допустим. Одну ногу растянул, у меня же там хрустнуло, да, и я, типа, неделю не мог ногу поднять нормально. Как бы такое. Зато сейчас, если они не перестанут, как бы, заниматься, то у меня боли больше не будет. Вот, как это сейчас, у меня нету боли, я могу так сесть, как в том видео. Ну, на полноценную до сих пор не могу. Но я могу сесть, как в том видео, и у меня нету боли. Так что, ну... А что с Викой, почему не общаетесь больше? А что ты взял, что мы когда-либо общались? Я с ней говорил буквально раз... Ну, я с ней говорил... Один раз в личке на ПД, и один раз еще где-то. Это буквально пару раз в жизни. Еще ты взял, что мы общались прям. А, еще в доте, когда я играл в пати в лоу-приорити вроде, если не ошибаюсь. То есть я с ней общался три раза в жизни. И все взял, что мы общались. Мы его убьем, говорю еще раз. Ультуй иди, иди ультуй, иди ультуй. Ой, все, ой, все, ой, все. Я больше сюда не приду. Да это не смешно, блядь. Мы сейчас снова проиграем. Ну, он тебя увидел, но отпрыгнул. Я в смоке был, вообще-то. Что я могу сделать? Тут буквально вот все мое видео, которое я вложил на своем канале, а потом в конце что-то есть. Так давайте сразу в конце, в конец перемотаем и все, собственно. Нахуя смотреть? Очень смешно, очень смешно! Почему я, почему у меня бомбануло, да? Почему я улетел вверх, непонятно. Где взаимосвязь шпагата? Бля, ну... У тебя не в том месте болит от шпагата! Не в том месте. Ты хоть попробуй порастягиваться, и ты поймешь, что это вообще не взаимосвязь. Ноль логики. Как я мог бомбануть и подпрыгнуть вверх? Из-за чего? Сложно! Ну, пиздец! Ну, сложно! Бля, вот видео о чем. На самом деле, Лил Пип и Папич очень близки по духу. Вот вам пища для размышлений. Размыш... Нееее! Только не это! Только, только не рапчину на... Помните, я на стриме с Генсухой сказала, что я бы отсосала Папичу? Я видел другое, мне скидывали клип с ней. Она там сказала, просто дала. Тут уже отсосало, но неплохо, это прогресс. По-моему, это прогресс. Это, короче, запостили на каком-то форуме доты. И мне чувак скинул скрин о том, что типа Папич ответил, что что-то там... Ну, короче, положительное в мою сторону. Кстати, было такое, короче... Блин, там чел на ПД был, есть, вернее, но я просто уже больше на ПД не буду заходить по всем известным причинам. Меня там душат. Короче, чел на ПД есть с ником Джоджо Нуэп. Бля, вы себе не представляете, этот чел только это и делает, по-моему. Он только смотрит стримы девок на Твиче. Это все, что он делает, такое ощущение. Именно по 10 часов в день. И я, короче, мое познание о стримершах вообще, мое познание о стримершах исходит исключительно из его клипов. Ну, когда-то давно мне еще там всякие клипы донатили, работяги, они там что-то в форсе или где-то с кем-то, с какими-то стримершами. Какие-то там рофлы. А помимо этого, ну, я вообще другие стримы не смотрю. Ну, короче, я не смотрю стримы женские. Так вот, мои познания вот исходят из его клипов. И он постоянно эту девку кидал, и там, ну, много еще других девок. И кто-то меня спросил, вот что-то такое было, да, Гозанова. Бля. Скинул скрин о том, что, типа, Пайпич ответил, что что-то там, ну, короче, положительное в мою сторону. Меня там спросили, по-моему, дефолт на этот рофл. Меня спросили дефолт на рофл этот. Это еще было месяца три назад или два. Там спросили бы, покормил бы, и я ответил да. Ну, а что, типа, что, мне пиздеть или что? Спасибо. Спасибо. Когда стоил трипак, следуя гайдам Пайпича, это о чем вообще? Спасибо. Как будто я сам, я ничего не понял. Сложнее тебе. Что? 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 Это я играл на драйве. Найс лот драйв. А есть смысл двигаться? Хуй его знают. Я не уверен. В этом я не уверен. Ну, не вижу особый смысл двигаться. Можно полежать, отдохнуть. Всегда лучше полежать, отдохнуть, понимаете? Вот тут согласен. Вот тут согласен. Бля, вот это скипаем. Что это за говно, блин? Я ничего не понял. Бля. Ща оффнул. Тупо, это тупо хейтерство. Что это такое? Тупо оффаю. Два раза меня в девку переделают в твоем видосе. Ты фанат или кто? Ну, блин. Что происходит? Я старею или что, блин? Это какое-то странное, но... Странное... Блядь. Хуйня, короче. Здесь вкратце. О, скала! Это же скала, блядь. Вот это вот скала, короче, ну и легендарная. Это именно... Настоящая первая скала, первая. Потом там появились другие скалы. По-моему, еще один появился скала или две скалы. Ну, короче, вот первая скала, вот эта вот. Про которую я всегда рассказывал. Только тут видос с Counter-Strike. Ну, короче, типа чемпионат по Counter-Strike. У меня тут челики пытались найти, потому что на одном из прошлых стримов сказал, что... Или когда это сказал? Короче, я сказал, что в теории можно найти там какую-то фотку со скалы самой. Это, типа, суперсложно. Чели пытались найти, но очевидно, у меня тут не может быть, потому что чемп по Counter-Strike. Пробоим такой чемпионат уже третий раз в Венеции. Призовый фонд соревнований 1000 гривен. Ни много, ни мало. В каком чемпионате... Стоит, кто ты? Это не я, блядь. Что я забыл на чемпионат по Counter-Strike? Я хейчу красный свет. Я не одеваю красные футболки, блядь. Это не я, короче. Я никогда в жизни не одеваю красные футболки. Только дома, максимум. Я никогда в жизни на улицу бы не вышел в красные футболки. Только в синей, в черной. Maybe в белой? Но не в красной. А вот и наш маленький кабачковый любитель. Ну, есть что сказать перед смертью? Нечего мне сказать. Аниме файт. Не знаю, сколько я выдержу. Паук, вот такой. Блядь, надо по нему вынести. Смотрите на эту хуйню. Смотрите на эту хуйню. Смотрите на паука. Смотрите на паука, блядь. Смотрите на него, блядь. Посмотрите, ща рыбчина мне навалит паучара. Я пойду, возьму пылесос, разберусь с ним. Я пойду, вынесу его. Че за пиздец, блядь. Я подшел выносить мусор. Блядь. Фух, я зачистил хату от спайдермена. Здоровый пиздец. Я не люблю насекомых. Я их теперь опять не могу. Я их выношу как мусор сразу. Почему в аниме у мужика, вот смотрите, у него... У него... Это мужик или нет? У него как будто типа силиконовый бюст. Что это такое вообще у него? Ну это не особо смешно, это такое среднее. Мне сказали смотреть видосы вот так вот, в широком экране. Тогда типа... Тогда хуярить не будут. Ну вы поняли суть. Типа такой, средний видос. Тут весь видос так. Тут больше ничего особо не будет. Ну короче, вы поняли. Тут так весь видос, блядь. Там ничего дальше не будет такого. Это тоже в принципе хуйня. Ну, короче. Ну, короче. Вот так-то лучше. Ну короче, мало смысла второй раз смотреть, но тут самое смешное, то как они называют этих вот типа боссов. Это вообще пиздец. Вот это вот реально смешно. Самое смешное, как называется, короче, вот босс. The Exiled Red Lord, это пиздец. Это настолько, но это пиздец. Минус два. Exiled Red Lord. Я не знаю, эти звуки добавили, это же не настоящие крысиные звуки, вот сейчас. Там было написано Red Queen, это вообще пиздец. Вот именно самое смешное, это как, вот имена им вставляют какие. Это еще полоска хп тоже пиздец. Вот человек в мусорке сидел, и он называется, короче, The Imprisoned где-то. Бля, не видно. Вот, The Imprisoned Red Warrior. Это вообще пиздец. Ха-ха. Сижих-тижих. Сжих-тчих-тим. Сжих-тим. Подберись. Та, сначала вписывайся, ничего, ничего. Например, после對不對. Мутится отдыхать колорадоза Vision stereotypes. Это как-то твое зертание Investigait the leader, но имя проблемы с другой. Субтитры сделал DimaTorzok Вот у меня комбинация названия с видосом меня сводит с ума Squirrel of the Eternal Nightmare Это, ну, это, блядь, это, ну, это, ну, это биздец Когда я первый раз смотрел, я чувствую, что тут не умер Че, здесь я не помню, по-моему, снова Белка Не, я не уверен Я забыл уже А не Блядь Вот с этой хуйню я бы не связывался, конечно, изначально Страшно вырубай Вот это вот супер смешно было, когда я смотрел первый раз Ruler of Blight 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 Town Swamp Это вообще пиздец А он не атакует или что? Подождите Тупо, тупо повелитель Блайт Тауновского болота В ебало вам прыгнул Удачи! Что бы вы выбрали, гай? Что бы повелитель Блайт Тауновского болота Прыгнул вам в ебало Или чужой Или этот, ну, ксеноморф Из чужого Который, ну, который яйца откладывает в глотку Что бы вы выбрали? Еще звук такой Я даже не успел прочитать имя босса Сука Еще так быстро Squirrel, Devourer of Souls Поглотитель душ, бля Белка, поглотитель душ, сука Короче, ну, я угорел с этих Dark Souls Boss Mem Combination Слишком смешно Я так думаю Меня видос застанил Я что-то У меня как будто мозг остановился Что произошло в этом видео Я в стане сижу У меня, ну Я потерял все мысли С этого видео Опять аниме Вот мы и встретились Джо Таро Вот мы и встретились Аниме Любишь кабачки? Хуясь Я бы тоже высылал из пещеры Если такую хуйню там увидел Вот это было жестко Окей, это было сильно Я не знаю, очень смешно почему-то Это хуйня. Ёжик кушает. Кстати, я, ну, как-то давал ёжикам вкусняшек. Ну, в смысле, я их не приводил к себе, очевидно. На улице ёжика нашёл, типа, дал им вкусняшек. Было как-то. Пока не помню, что я им дал. Там была прям семья ёжиков, короче. Я нашёл логово ёжиков. Короче, я гулял. Ну, типа, ладно, не буду говорить конкретно. Ну, короче. Логово ёжиков нашёл. Вот у нас два мальчика катаются, не один. Да, Киселётик? Киселётик. Окей. Я хочу полного погружения, мне нужно продвинутое управление и достойное испытание. Пусть мои ошибки могут стоить жизни персонажам. О, кайф, на хардкорычах. Я так понимаю, это хейдерское видео. Чё? No way. А что ты же был делать, бежать? Ну, нет. Ну, чё за бред? Почему? Ну, чё, нет, ну, блядь. Зачем минус моралить? Ну, мои персонажи погибли, я начал заново, типа, всё, чё, по-честному, я ж не загружался. Пизду. Пусть мои ошибки могут стоить жизни персонажам. О, кайф, на хардкорыч. Да тупо хейдерское видео, я ж не загружался. Я начал заново, всё, прохождение закончилось. Вы погибли, конец. А как играть, когда ты погиб? Ты не можешь играть дальше в игру, если ты погиб. Что, что не так? Иди, блядь, к чёрту. Минус моральное хейдерское видео. Это же музыка! Это же музыка! Надо заскипать. Ждём контента вместо КС. Не знаю, вместо КС будет Path of Exile. Ха-ха-ха! Path of Exile никому не нравится. Видос просто, когда думаю о тебе, всегда так делаю. Блядь. Сейчас головой ёбнусь об стол, блин, от этого.